Последний фильтр для президентского решения. Совет Федерации сегодня единогласно принял пополнение России четырьмя территориями. Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области начинают переход на пророссийские рельсы. Вот что об этом говорит алтайский политолог Константин Лукин. В течение 10 дней после подписания президент Российской Федерации назначит туда исполняющих обязанности губернаторами. В дальнейшем территория ЛНР, ДНР, которые полностью приняты, они будут готовиться к созданию представительных органов власти на уровне муниципалитетов. И, соответственно, голосование будет проходить в единый день в ЕДГ 23-го года. Муниципальные выборы следующей осенью ждут и области. Более длительный переходный период будет действовать для судебной системы. До конца 23-го года в Запорожье и Херсоне еще можно будет совершать какие-то операции в гривнах. Но главной валютой уже становится рубль. А вот к языку будут относиться бережно. У областей не бывает государственного языка. С учетом положения международного договора, заключенного с Запорожской областью, всем народам, проживающим на ее территории, гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Национальная культура и национальные языки будут сохраняться в тех же пропорциях и традициях, как это есть на территории Российской Федерации, например, в республике Алтай. Там существует алтайский язык, отдельные школы, отдельные какие-то программы и, соответственно, все культурные мероприятия по сохранению языка. В данном случае не будет двух государственных. Будет один государственный русский, а украинский перейдет в статус языка, который надо сохранять как язык национальной культуры. По словам местного эксперта, сейчас сложно прогнозировать дальнейший сценарий развития ситуации. Но пока расширение России, по его мнению, не несет предпосылок к усугублению боевых действий ни с нашей, ни с украинской стороны. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.